Не первый раз мы видим таких OG, не первый раз мы видим такого Тайтхантера. Это было слаженное исполнение, и, кстати, такого же идеального баланса вы сможете достичь с игровыми гарнитурами JBL Quantum. Настройки звука одновременно в чате и в игре — это отличная возможность, которой каждому из вас, я уверен, будет по кайфу воспользоваться. Поэтому не стесняйтесь, и сейчас нас ждёт вторая карта. Есть подозрение, что последняя карта этой серии, потому что бывают неожиданности, бывают карты, на которых у нас что-то вдруг резко переворачивается, но мы видим этих OG, мы видим этих Liquid, и OG выглядят страшно. Это реально ведь абсолютно, не знаю, их близко к их пиковой форме. Машин для убийств. Ну да. OG формата International. Похоже на то. Ну, при том, до Интар далеко. До Интар далеко. Смотря как, до теоретического International, который мог быть ближе, чем до следующего. Поэтому... Назад. Если назад по таймлайну смотреть, то у них Инт недалеко, действительно, от OG. Слушайте, ну, Дима, Дима, что Liquid делать? Как им быть? У них есть варианты? Да. Какие, например? Мне, моли бы им не помогут. Слезами горе не поможешь. Смотри. Допустим, Магнус, Лина, Висп, Воид. И вот так вот можно перечитать до бесконечности. Бейстер один пул. Бери что угодно и разваливай. Нет, я возьму Энигму. И Воид Спирита. И Лондруида. И Лондруида, да. Нужно было бы убрать Воид Спирита Энигму, добрать к Лондруида Омни Найта, там Вингу какую-нибудь, пойти запушить с Фурионочком. Я знаю, что ты Фурион не любишь вроде как. Я не люблю Фуриона. У нас такой Фурион, но выиграл Дум и Клокверк. А там на месте Фуриона мог быть любой другой офлайнер, который бы как Чайка просто приходил за место, такие, ууу, я с вами, ребята. Так Фурион поддерживал. Он держал за руку Клокверка и Дума. Фурион прилетал под конец, получал СИС, чтобы не казаться, не буду говорить этого слова, в общем, чтобы казаться классным перцем. Да, ну ладно, такого Фуриона только и остается, что косплей, друзья. Я как раз хотел вам напомнить, что у нас в рамках второго сезона Эпик Лиги каждый день проходит конкурс косплея без переплат. Придумывайте свои идеи, фотографируйтесь обязательно на фоне нашей трансляции и выкладывайте ВКонтакте с хэштегами, которые вы сейчас видите на своих экранах. Мы под конец сегодняшнего дня, не помню, в таком составе мы будем или нет, в любом случае посмотрим все ваши работы, определим самые достойные и автор, наиболее достойный из имеющихся, получит Аркану от нашей студии. Ну а под конец турнира, уже финальный день, мы будем разыгрывать 12-й айфон вместе с нашим партнером Мегафон, самым ненормальным быстрым мобильным интернетом. Поэтому обязательно принимайте участие, у вас реально есть хорошие шансы. А Ликвидов этого, кстати, сказать нельзя. Увы и ах. Ну, ждем драфтов, будем смотреть, как они поступят. Но вообще Ликвид, кстати, наряду с Alliance, что интересно, это, наверное, две таких команды, которые реально игнорируют мету. Они играют по каким-то своим чертежам, у них свои герои постоянно какие-то появляются. Там у всех эти Фениксы, Бабки, Войды. Я не помню, что пэти команды с этими. Я на мета все равно разносторонние, например, те же самые 404-ые тоже разными играют. Некоторые рейтят Найн Гайнчу в первый, некоторые рейтят Лину, Магнусу, Снэпфайр, Висп. Банам всего четыре, героев много популярных. Поэтому все зависит от того, ну, с какими героями владеют команды. Героев там много, но они не используют никаких из них в этом проблеме. Проблема Ликвид в этом, точно так. Берут Энигмы каких-то, непонятные ребята, Эр Спирита на мид ставят. Может, стоит отказаться от такого, Дима, как считаешь? Если сравнивать так, то Эр Спирит в миде действительно может работать. То есть, если хорошо им с ним справляться, как Тайга говорил, то он может работать с Энигмой. У Эр Спирита гораздо слабее герой на четверке, чем Эр Спирит. Дима, мы когда с тобой на Юго-Восточной Азии работали, мы видели работающих Эр Спиритов? По-моему, ни один не выиграл. Да, мне тоже так кажется. То есть, они были, они пытались что-то делать, но если первый... Так мы же про Тайгу. Если первый врыв, ну мы прайзю. Ну ты про Тайгу, а мы прайзю. Первый его врыв был неудачным, все, после этого он вкатывался, и все время ему не хватало, чтобы убить всех. Да, но тут у нас и в Европу этот герой на один раз заглянул. Тайга как раз обосновал это тем, что он единственный игрок из его команды, кто сейчас испытывает желание играть в доту. Это первый и последний раз, видимо, был. Слушай, ну... После этого откровения в интервью. Справедливости ради, это не так уж и плохо выглядело. Он вроде как достаточно неплохо мид-то отстоял. Не выиграл прям, но там они... Нет, так в этом-то и суть. Это было хорошо, это было хорошо, это было сильно, они это показали. И вот же и нам сейчас показывает, что этого больше не будет, что он уйдет в бан первый. Ну, похоже на то, да. Респект бан получается. Просто надо снова тайгу в мид ставить. Надо брать там каких-нибудь легионок, у Ликвид вчера отлично там заехала. Да, пускай в абсолютно других обстоятельствах, но похоже, что надо что-то изобретать, либо перестать изобретать и вернуться к мете. Не вернуться, а прийти, потому что Ликвид упорно ее игнорирует. Но они на чиле. Ну да. Вообще это обсуждали, что они чилят, и они выиграли турнир, можно забить на дот. Они отдыхают боксу и боксу. И они боксу правы. Почему? Потому что они только что выиграли ESL. Повод ли это чилить? Можно выиграть еще один турнир. Дмитрий, для чилов всегда есть повод. Неплохо. Но у нас есть другие примеры команд, которые выиграли ESL, а потом еще один ESL, а потом Beyond Epic, а потом еще что-то. Они сейчас на хорошем счету, одни из фаворитов турнира. Какое место? В групповом этапе? Где-то примерно третьей-четвертой, если я ничего не путаю. Верхняя сетка. Потенциально. А где Team Liquid? А где Team Liquid? Да. Они на чиле. Как вот мы с вами выяснили только что. Не, ну реально, а почему, что могло измениться за время, вот за время окончания турнира? Хорошо, Дмитрий, а чего решили, что игрокам нужно играть хорошо всегда? С чего решили? Ну потому что это их профессиональная обязанность, разве нет? А где это прописано, можно почитать? Нет, нигде не прописано. Договоры тоже разные бывают. Ну можно посмотреть, пожалуйста. С договорами в киберспорте, как известно... Ты можешь сказать, ты должен играть хорошо. Да, то есть где это написано, покажите, пожалуйста. То это в головах у игроков должно быть. А почему это должно быть? Дмитрий, это бесполезно, я все равно вас покажу. Дмитрий, вы считаете игроков за големов, на которых должно быть на лбу написано, ты должен играть хорошо. И этот голем будет ходить за тобой. Ну пообщайся с Ваньком, он тебе расскажет много чего интересного про то, что там у игроков в головах. Нет, Ваня, Ваненпойнт я понимаю, но с тобой разговоры, Дима, у нас немного отдельный характер имеются. И на самом деле... Конечно. И пока... Я знаешь, я предлагаю его отсрочить, потому что есть подозрение, что серия может сравняться в счете. Если это вдруг произойдет, то у нас с тобой будет время продолжить этот разговор. Короче, маленький спич. Никто никому ничего не должен, они играть как хотят. Хотят проигрывать, хотят пикнуть дичь, хотят, не знаю, берут не в море, спирит первыми играми. Пусть делают, что хотят, какая разница. Они никому ничего не должны. Они обычные люди, которые играют в игру, получают довольствие, могут играть плохо, могут играть хорошо. Если где-то есть долговая обязанность, если они кому-то что-то должны, покажите, пожалуйста, кому они что должны. Я с удовольствием это посмотрю. Но они свободные люди. Мы живем в свободном мире, делай, что хочешь. Вот они делают, что хотят. Как скажете, Дмитрий. А слева ребятки вам, пожалуйста. Мы хотим развалить по-быстрому, берем виспа и понеслась. В этот раз они не забанили Эрспирита. Да. Что странно. Это в МИД пойдет. И темниками забанили Энигву, чтобы не было соблазна взять ее. После того, как они с ней сыграли, да, лучше пока отказаться от этого героя и взять что-то с кулдауны поменьше. На самом деле, Team Liquid, мне нравятся их баны, если так подумать, если так подумать, что Свен, Морфлинг довольно неплохие герои команды для OG. Топсон. Так. А я могу сказать, что в прошлой игре говорил, что... Да, Морфлинг и Свен на Миду... Смотри, в прошлой игре говорил, что Висп неплохой. Нет, Салин, Сири, Бристлбек неплохие герои для OG. Так. А я тебе сказал, в Доте еще 100 героев. Да, но подожди, ты мне не дал закончить. И в итоге появился кто? Тайтхантер. И теперь мы можем сказать, черт возьми, и Тайтхантер неплохой герой, а еще Свен, а еще там еще куча героев. Просто есть герои первой стадии, а есть второй. И кто в первой стадии, рассказывай. Свен, Морфлинг, может быть, могут и не появиться у OG в первой стадии. Давай ко мне, пойдем на дно вместе. Да ладно. Что, прости? Говорю, давай ко мне, пойдем на дно вместе. Но если что, у OG уже брали Морфлинга в первой стадии. Я и не спорю. Поэтому твоя может быть, но не котируется. Но Виспа, который, так сказать, в общем плане, в общем смысле вообще всех команд, это имба. То есть это ферст пик герой, которого ты рейтишь. Почему бы его не забанить? Зачем отдавать его? Ну, в сравнении Морфлинга, в общем плане, не все команды берутся, но Виспа все. Ты задаешь вопрос, который уже задают два года, так сказать, но время его уже прошло. Почему отдают Виспа? Я этот вопрос задавал на первом инте, когда OG его брали. Я эти матчи комментирую. Ответа не поступило. Я спрашиваю, почему отдают Виспа? Я такой думал, что за фигня происходит. Потом был следующий инк, где меня не было. Я уже перестал задавать вопрос. Ну, мне было бы забавно, если бы его сейчас отдавали. Его отдавали, черт возьми. Его отдавали каждую игру. Все игры отдают Виспа абсолютно. Длица это черная сколько? Но Тел на этом Виспе гоняет с 2013-2012 года. Я уже с тех времен видел, что он просто на нем лютый задрот. И говорит, в итоге Виспа отдают. Я думаю, что этот вопрос бессмысленно уже давать. Почему он дает Виспа OG? Давайте просто наслазаться всем, что... Потому что Ликвид возьмет Operation. А, вот так вот, да. Ну, это одна из моментов, которая прилично награлась Operation. Это план, который работает, если есть такая ультимативная фиксация в виде фейс-лис-вода. Тогда этот план реально работает. Но ультимативной фиксации у Ликвидов нет. Есть еще герои про имя фейс-лис-вода? Давай. Руб Тура? Иерс-пирит закат. Это не ультимативная фиксация. Герой вообще может просто побежать. Джеггер поставит палку, он побежит. Тэдхантер, Магнус. Ультимативная фиксация? Нет. А, ты имеешь в виду, который пробивает БКБ? Ну, который, да. То есть, наверное, на 100% прям зафиксирует героя, что бы он ни сделал. Этот пик очень нравится от АДЖИ, от Ускар. Очень поможет ставить от блуз фикера героев. Фикер вообще непонятно, зачем он здесь. Ну, это мы уже обсуждали тоже вчера. Сильная линия? Сильная линия, но... Против Джаггера с виспом. Не сильная, не сильная, да. Она не сильная уже. Ага, уже не сильная. Что, подожди, они брали... Сейчас посчитаю. Как резко вы меня переобуваетесь. Они блуз фикера взяли виспа Джаггера. Точно не сильная. Дмитрий? А? Тебя подставили. Да. Да, все правильно. Спасибо. Я вижу, что Димон с двух рук работает, поэтому я решил все стрелки на тебя перевести, чтобы меня Димон трогает. То есть он просто дает раптуру в Джаггера, он ставит палку и убегает, и плевал на эту раптуру. И висп его еще хиляет. Да, и он еще хиляет из па. То есть блуз фикер будет неразогнанный от слова вообще в этой игре. И на линии точно. Таск берет людей в сноубол, он катится. Опять же, раптура не работает. Если сикер кастует землю, то Джаггернаут нажимает манту, либо нажимает Блэдфьюри. Ну, сикер здесь максимально слабый герой. Но, может быть, появится кто-то, кому он даст лапки и эти лапки потащит? Например, Темплар Ассасин? Что угодно. Что когда были еще старые ручки, когда они бафли Атак Спид, а дэмэдж от урона, было очень прикольно брать с блуз фикером Пангалера и Темпларку. Потому что они урона не получают как в принципе. То есть у Рефракшн есть у Темпларки, у Пангалера есть ультимейт. Он катится, ему все хорошо. Он наносит огромное количество урона. Я могу тогда еще сказать, что и Феникс был крут. Я не знаю, пофиксили этот баг или нет, но если Феникс получал лапки, и он кастовал яйцо... И они работали. Они работали, да. А количество ударов по яйцу нужно сделать то же самое. Я не знаю, понерфили это или нет, но это работало раньше. Я реально это видел, как это работает. И это не совсем нормально. Особенно, когда Феникс берет талант на Санре и из яйца еще бьет Санреем. Ой, боль. И люди не понимали, что за фигня, почему так много урона. В целом Феникс сейчас с тем, чтобы много урона наносить и без блатсики расправляется. Ну, давай так. Феникс сейчас герой ферстпика. Да. Но почему-то его пикают в основном Нигма, и почему-то они пикают Джейджу. Но сейчас его вообще нет. И он солит. Ну, там парень есть, он 70 тысяч стоит. Он тебе расскажет. Уже 80. А, уже 80? Да, да. О, 80 тысяч стоит парень. Вот расскажи ему о том, что Феникса нет, он посмеется на тобой. Так в этом-то и суть. Есть много героев. Снэпфайр, Феникс, Лина, Андаинг, Магнус, Энчандрес. И, ты мне надо сказать, ликвиды их не берут, да? И самое главное, ликвиды их не берут. Да. И нормально. У них просто просматривают сейчас небольшой стап под дровку под Андаингом. Вот это ты называешь три милищника, это ты называешь стап под дровку? Нет, Линия просто хорошая. Но против Тускара и Фуриона уже нет. Нет, спасибо. Мне страшно предположить, а что должно появиться дальше, если это стап под дровку, если дровка берет с четвертым пиком? Давай. Что должно после дровки? Да, помойка под дровкой ни за что в жизни есть. Возможно, Шторм Спирит, потому что он в бане. Не может быть Шторм Спирит. Но в теории идеального драфта Шторм Спирит мог бы зайти неплохо. Но не против драфта ЛДжи после того, как они пикнули Фуриона. Теория идеального драфта. У нас там теория трех липов Мирана сегодня была, да? Копилка теории пополняется. Верк. Ля какая, смотри. Кинсель не справился, видимо. Попробуем на другой позиции. Это мать из прошлой игры. Тяжело же ей было. Не знаю, я пока вижу Джигернаута, который вообще просто смотрит на этих героев и смеется всем четверым лицом. Его вообще невозможно убить. Он просто нажимает вертуху в любой ситуации и делает топ-аут. И тамбу разбивает вертухи. Разбивает тамбу, убивает. Что хочет, то и делает в этой игре. Катается. Ну, вот же очень классный драфт. Мне нравится. Хоть и тебе не нравится. Даже Фурион не так плох, потому что в игре, где он был, там было 4 стрелка, но здесь 3 миличника. Здесь уже поставил струты. И стикеру сложнее бегает. Андаинк уже не так круто перемещается. В общем, даже струты здесь смотрится лучше, чем драфт. Когда оцениваешь героя, ты берешь его все способности. Конечно. Чтобы они все способности героя использовались на 100%. Безусловно. Ну да. Я понимаю, что у вас по-другому. По ситуации. Ну, конечно. Ситуации разные. Просто как вариант. Ну, хорошо. Фурион против драфтки хороший герой? Только если он влетает первой. Прямо в нее она теряет баф ловкости. Все, кто получали баф ловкости, они тоже этот баф теряют. Ну, у нее ловкости становится меньше. И вот тогда он реально крут. Просто Фуриона использует именно, чтобы задавить на линии драфтку, потому что у драфтки очень плохая анимация атаки. Конечно. И атака не самая большая. Безусловно. Фуриона ее обденаивает, а потом, если драфт куда-то улетает на другую часть карты, ее закрывает. Это история темпа. Да, вы выигрываете линию, вы темпуете, потом вы где-то в фиде. Очень хорошо вчера 4-4 показалось. Да, потом вы где-то в фиде в пятером и весь ваш темп уходит в никуда. Эту историю мы знаем. Очень хорошо. Но они не так много на фиделе, будем честны. Не так много. Могли больше значительно. Что спасет команду Симлик, это я не знаю. Где убийство Джаггернаута? Кто разберется с Джаггернаутом? Верка разбивается. Разбивается с Джаггернаута. Кто убивает Джаггернаута? Вивер, боже ты мой! Вау. Какие страсти. Не, ну слушай, он как минимум убегает. Уже неплохо. Ну, тут никто не ловит Вивера, кроме Фуриона с Оркидом. Но я не думаю, что команда ОДЖИ будет собрать Оркид. Нужен мидер Топсона хороший, который поймает его. Драгонайт? Он не любит этих героев. МК не очень, Верка его затыкает. Я на самом деле вспоминаю, тут на самом деле героев куча, которых можно взять, но я вспоминаю, чем любит играть Топсон. Присалдаком тут не хочется играть, Вивер там соберет диффуза, Манус ему все забернет. Разве что, опять же, задавить. Как любит Топсон? Чем он играет? Что он любит? Топсон. А, Топсон он у нас прям любитель экзотики. Тинник. Да. А он не в бане, да? Это было молниеносно. Да, да, да. Дмитрий, работай. Он прям реально здесь, он прыгает, он прыгает, начинает драку, ему по сути нужен тот, он начинает драку. Он взрывает Верку, он взрывает Вивера. Он с Таском отлично. Ну, трех Смит не взрывает, да, пойдет. Вполне себе. Прыгучий пик слева. Летающий, прыгучий, все как вот в лучших троихсях ОДЖИ. Очень мобильный пик у команды ОДЖИ. Тимлика чуть поменьше. Мне немножко нравится у Пангалера того, что есть стикер, вот это, наверное, единственный его минус, а в остальном он хорош. Но вот против стикера он мне не улыбается. Я ставлю на ОДЖИ. Ну, это легкий путь. Да, самый легкий. И умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Все правильно. Мы друг друга поняли. Коэффициенты от наших друзей из Париматч. Посмотрим перед началом второй карты. Вот это приличный разрыв. Это похоже на правду. 1.14 ОДЖИ. 5.2 команда Ликвид. Не забывайте про стопроцентный бонус к первому депозиту и шикарную лайф-линию в рамках второго сезона Эпик Лиги от наших друзей из Париматч. Все под баннером в описании нашей трансляции. А вторая карта у вас на экранах, конечно. Ну что, еще буквально пару недель назад мы бы покрутили пальцем у виска. А с год назад это было бы очень максимально похоже на правду, потому что это было бы плюс-минус. После Интовской это время, когда от Ликвидов никто ничего не ждет. Когда они как раз ушли в Нигму, этих взяли из Альянс и АУГ, типа дважды выиграли Инт. И было бы то же самое. Все-все такие, да-да-да, так должно быть, да. Тем более, они опять отдали виспа. Никто, никогда, никому из Европы не должен давать виспа. А у нас им не умеют играть, и это нормально. В группе умеют им играть, и это нормально. И отдавать его им не стоит. И показали нам уже, как с ним играть ребята из Матгольмов, показали, как с ним играть ОГЭ, сыграли с ним Курой Компашкой и так далее. То есть все эти ребята просто вот как щелку пальца, Танос говорит, исчезните. И они исчезают, все противники. И тут вторая игра, типа не наелись первая, его повторим. Ну, тут они действительно решили поесть очень плотно, потому что взяли Вивера. Любят они с ним играть, но редко получается, насколько я видела. Уже раз третий на глаза мне попадается, но кроме этого Вивером никто что-то такое ощущение, что играть не хочет, в принципе, понимая то, что это персонаж. Об многих условностях, вот так вот скажем. Много предметов ему нужно, много спейса, и то он все равно не крепкий достаточно с точки зрения выживаемости. Но тут решили так сыграть. Да, у нас только что было где-то штук 10 лакатмат атаков, на что Тускар заметил фразы героя, типа, вообще нормальные, на что между собой пообщались ликвиды в общем чате фразами героев, типа, да, все нормально, я окей, и так далее. Но пока еще с нулевой решили начать чат виллом душить. Любимая тактика OG психологическое сравнение. Играешь на расслабоне, да, то есть их все устраивает. Хороших героев набрали, Топсон, Мит опять на новом герое, на пангольере в этот раз будет выступать. Когда-то много катал на нем, да. Было-было дело, да, ну не только в миде, просто катал много. И что у нас у Ликвид по линиям? Насколько я понимаю, Сикер, легкая соло, триплав сложный с вивером, зомби и вэркой и центр земель, правильно? Да, у нас земель. То есть боксинг на четверочке. Кто же последний томидовый земель? Тайгай показывал вчера. Нет, вот именно победного такого. Вчера Тайгай. А они выиграли тогда? Да. Господи, они даже им выиграть умудрились. Да. Ну вот, медовые земель это довольно такая нечастая история. Периодически выигрывали. Я помню, одну очень сливную катку тоже это было на Омега Лиге. Одну очень нехорошо вытащенную, но они, помню, кто этот так тащил. Вот этот, скажем, скажем, но в этом все регионе каждый второй матч. Да, все регионе в частей по вылазит. И в Китае, да, то есть нормально. У нас не особо часто этим занимаются. Но, смотри, есть игрок в данной игре. Или не в данной игре. Нет, Тайга на четверке очень круто катает. Да, я про то, что я сейчас пытаюсь вспомнить. Короче, по-моему, Саксы. Может быть не Саксы, может быть еще, но вроде бы Саксы. Брал 10 тысяч, или там сколько, а не с чем мэр. Как раз таки буду четвертой позиции, играя на центральной, на всех вот таких вот героях. В том числе, типа на земелье. И там вот он стриковал победу за победой просто соломит земелья. Ну, потому что, суть та же сам, просто больше денег для четвертой позиции, больше экспы. И шмоточки можно себе прикупить поинтереснее. Ну, тут я смотрю, у него заявка пока на Спирит Весел, первым артефактом, тоже хорошая штука, довольно дорогая и действенная. Но сейчас такое ощущение, что, допустим, ты можешь и фидануть, ему буквально пару точек осталось, Ферик проел, это спасает его жизнь, но ресурсы немножечко подкачали. Сейчас придется на тангусах сидеть. Да, по поводу этого земелья как раз таки вот мощного, сильного, это матч был против ВП, где не вылетали те самые баши, про которые вчера рассказывали весь день наши ребята. И по какой-то непонятной причине вот этого мощного парня с одним из самых высоких просто показателей силы, одного из самых крепких героев, просто пытались фокусить там все хроносферы. Только рядом Дровка стоит, такие герои, которых ты обязан легко брать и пробивать. Ох, сколько там, ХП у Курьера он его вернул, беги, беги, я не знаю, кто ты. Ну, не получается его забрать, это что-то с... с эффектом с Дертайда, да, очевидно, Тайга тут убивает, Топсон в соло. Ну, красава, со второго раза получилось, там, скорее всего, просто был на лоу ХП все это время Топсон, не получился. Судя по тому, где он умер, это вообще был пинок под вышку. Возможно, возможно, там у нас вроде как нечего было особо делать в этом месте, Павара Пруна еще не скоро будут, поэтому вполне возможно. В этот раз у нас Бокси будет катать на ВР-очке, посмотрим, как у него сложится, Койко при этом сидит на Сикере. То есть у нас полная перестановка по позициям получилась, тройка такой Койко будет отыгрывать и Бокси на четверке. И Сакс снова пошел в атаку с Тэк Тимом, Койко в ответ выдал Бладрайт, по которому Сакс и не прошелся, и все. Сейчас Бокси настреливает, уже левел 2 есть, и пошел просвет от того, что мало ХП осталось, сейчас будет Койко добивать. Ну, Бокси, свистнул фраг, в любом случае, здесь они 2-0 формили. Ну, вот опять у нас такое получается начало с убийствами, которые, в прошлый раз, по-моему, у нас тоже ликвидные, первые фраги забирали 3-0 даже. Нет, там 3-0 ОГА ввели. Но Мидван, они на нем сделали ПП, по-моему, уже. Нет, нет, 3-0 ввели ОГА, и потом... А Мидвана отдали, точно. И потом кое-как они где-то там пару фрагов сделали за игру, а здесь вот 0-2, и опять же, очень важный первый фраг, это что Мидер в соло забрал, то есть очень много заработал с велик, сейчас Дизарм, Дизарм вынуждены откидывать просто Топсона. Да, Лакишот работает, Дизарм тут немножечко Тайгу поддушивает в таких моментах, и Пангольер, как обычно, будет начинать свое дело с Джавелина, возможно, даже Милштром сразу вперед. Так, покатился Тайга через камушек, далеко укатился, конечно, но это ему только минус хп подарило пока что, потому что выдать по Топсону больше нечего. Ну, Магнетайс появится там еще по пляжу, что у нас Пангольер. Так, и 3-0. Смотрим дальше. Кто там опил? Себа умерла. Ну что ж, у Себа не самое удачное начало, крипов у него не сказать, что много, но немного печальнее смотрится еще и Топсона, который вообще не до фарма начинается. Ну и обновленный коэффициент 1.65 на 2.15. Чуть-чуть подровняем. Чуть-чуть, да. Но опять же, стоит понимать, сейчас будет важно, как говорится, спич, что начальные фрайи очень мало дают, поэтому мы на них можем несвязательно ориентироваться, к тому же, вот первый размен, мне кажется, должен, конечно, добирать Саксу, он отхилится. Так, фрайка попадает. Успенец врать выйти из поляны, да, и фласка в итоге не стреляла, не стал дальше бодиблочить с пенечками. Но все равно много хп стелать все-таки, видимо, то, что много времени потратить койки пришлось, но фраг забрал. Топсом тычка последней тега на мужика ее дает, разворачивается. Ну вот красиво. Второе соло-убийство. Здесь Нотел погибает. Так, 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 6-1. Так, так, так. Такое ощущение, что, видимо, OG решили припотеть, и опять у них из-за этого начались проблемы. И Мидван, он подхиливается со стиков, но, конечно, Инсене по нему мощно. Ну, у него минус 12 силы тут. И бежит с магнетайзом Тайга сейчас расскажет этому Мидвану, где его место. Скорее всего, в таверне. Но вообще, довольно сложно. Крутилка. Пнуть. Хорошо. Просто вивера затолкнул. Здесь Сакс приезжает. Должны выходить в какой-нибудь размен, но в итоге не получается. Но Тайга на хосте, он убежит в случае чего, так что здесь проблем не будет. Надо шарды было кинуть, они же были. Плевать на Нотейла, вообще не пытается даже его трогать. Он на тизере все это время выхиливает Саксу. Сакс из-за этого немного дольше живет, но он все-таки погибает благодаря помощи Микки, который там уже со своей пассивочкой выдает неплохо дэмэджа. И Сеп приходит сюда. Ну, хотят, хотят они этот фраг. У Тайги закончилась хостя, поэтому стоит быть немного аккуратнее. Микки забирает еще один фраг, но, скорее всего, уже здесь это для него билет в один конец. Есть пробежка. Ну, со стиками должно хватить на пробежку, да. Сейчас я мог драться и должен драться. Проедать не то дерево, Микки! А, ты не застрял! Ну, за что? По-моему, проел дерево, но за ним было еще одно дерево, да. Он проел, за ним было дерево, поэтому не то нужно. Могу вверх копать, конечно же. Но все равно хорошие фраги. В итоге у нас размен на одного только лишь персонажа от OG получился, хотя вот отдали трэк на двоих, да-да-да, на сцене еще погиб. 2 на 3, по итогу 9-3 счет, и самая, наверное, приятность всего этого дела, это что Фурион много экспы получил, он сейчас будет уже левел 6, и с этим, возможно, у команды что-то получится. Жахнет ультимейтер. Плюс важный момент, который, я не знаю, обсуждали ли в норитике или нет, это то, что лас-пиком заезжает Пангольер против Сикера. Да, не любители обычно пикать Пангольера вообще, когда Сикер присутствует, но тут решили сыграть вот так вот на характере. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что пока прямых стычек, которые были бы фатальны с Раптурой, не были, потому что просто 6-го нету у этого товарища. Но там пока есть шанс покачаться в соло на линии, остался нижний уже койка, и он там будет этот 6-й получать для себя. Но Пангольер пока тут, видим, за рунку воевал. Пытался разультиться, не получилось, но вот сейчас на двоих, может быть, успел Тайга. Под тавр, о, привязали еще, ну что ж, могут быть некоторые проблемы, хотя Сеп прилетает, как раз-таки 6-й он уже потратил свой ультимейт, и все равно получается затратить. Четвером просто откуда-то взялись эти герои, варк на грипах поставил, спалили, не спалили, не знаю. Еще и Дживелин у Тобсона есть, так что он дамажный достаточно через первую способность. Чатсон. Чатсон. И Поксик тоже получил порцию Дживелина, и теперь нужно уходить отсюда. Так, ну что у нас в итоге получается? Сеп начинает потихоньку вырываться вперед по Нетворсу, он уже практически догоняет койку, койку, что там себе будет собирать, пока не очень ясно. В последнее время любят делать эти, как его, Родфатоса на первый. Сакс, а под тавр толкают, хорошо, сразу же нажимает сноубол, но привязали, вот Бобси вяжет, как моя бабушка, прямо хорошо. Которку какому-то вообще непонятному, откуда он там взялся. Да, под углом еще таким. Там такое расстояние было, что оно не должно уже было вязать. Ну все мы знаем, насколько Верка больная с способностью, сколько уж лет. Да, он тоже Родфатос будет делать, смотри-ка. Ну контроля нет супермного у команды Ликвид, которая на верочку можно попасть. И они его добирают. Ну БКВшки нужны какие-то, Линкенсферы, опять же Лотусы, тут все прочее. Там Нотейл собирает себе урну, довольно нечасто, и в последнее время выбор на Веспе, но видим то, что забирает все-таки Чатсона из Саксов может быть следующим, если только задайвить. Да, 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 да. Урна есть, и все-таки можно. Забегает справа еще Сикерочек, если что, кинет ультимейт на контрольную. Тут Сакс уже должен выбегать в другую сторону, но Тейл и Мидван встречают, и Тайге придется не сладко, нужна какая-то подкрепа, а вот больше нечем, Болдрат уже был потрачен. Прикольно, кстати, успел Тайга выплюнуть Саксу, а он был в ульте Сикера, или не был, просто-просто умер. Мидван был в ульте Сикера, просто умер, нормально. Но все равно пнул его по-царски, хотя бы так просто себя не отдал, но тем не менее размин получился второй позиции на четвертую, что Ликвидов не очень устраивает. Ну, вроде как по Нетверсу он сохраняет преимущество, именно если смотреть на графики, но проблемы какие-то начинаются, то есть сдачи начинают давать ОУДжи, теряют довольно важные позиции для себя вечные Ликвиды. На саппортах не размениваются ОУДжи, но преимущество есть небольшое. 2 тысячи 512, но для 9-го это неплохое преимущество. На самом-то деле, сейчас возможно что-то тут еще раз очень удастся сделать, потому что боксер на хосте забегает, ищет тот самый угол, через который можно будет кого-то куда-то подвязать. Ну, судя по его расстоянию, через полкарты хотел вязать, но тут он все-таки перемещается на мид, там можно тоже какую-то грязику сделать, потому что Бангольер снова показался, и Инсения пошел по нему дикий, прописывать. Там, кажется, наверху у нас проблемы могут быть. Убил Вера тяжело будет убить, поэтому, я думаю, даже нет смысла переводить туда камеру. Ульта у него есть. Вопрос снизу, то, что смог атака, выходит в спину сейчас на Сикера. На Сикера снизу выходит Риббертон. А он ничего не видит, ничего не слышит. Септ может закрываться. А у него топорик-то в КД. Зажал пень камень, посмотри. Посмотри, что творит. Води-блог от Бога. Но тут Койква все равно бы не выбирался, он все потратил, что могло бы дать ему возможность уйти. И это минус третья позиция команды Ликвит. Ну и что? Сейчас здесь Нутелла могут потерять, но вот эти жучки-пучки от Микки явно не самые хорошие залетели. Уже сбил. Уже сбил, но тут ставится зато хорошая Тамба, и есть некоторые проблемы у Мидвана, которых получился заданная Тинсения все-таки Тамбу, чтобы не отдать Мидвану деньги. И Нутелла уходит на тизере на Крипа, хотя Микки решила по концу гейминг сделать. Тиммейт пошел, застрелили виспа. В итоге Ульджи Гернал так много урона как нужно не нанес. Ну и, собственно, я думаю, что на этом их полномочия все. Просто расходиться, да. Нет смысла воевать здесь дальше, а билки кончились, урона не нанесено нужное количество. Топсон. Вот теперь снова через Раптуру действует, и получается забрать его, размазывает Тайга, у которого Спирит Веселл продолжает вариться, и совсем немного до него-то осталось. Так что он тут уже скоро обзаведет с этим замечательным артефактом, который даст возможность еще пофраговать. Да куда больше Тайга третий раз Топсон убивает. Да, это действительно красиво. То есть земель у нас очень активный, очень убийственный. Особенно это ощущает такой товарищ, как Топсон. Хотя, казалось бы, вот прямая контроль это именно Сикер, но только первое убийство с помощью Сикера было сделано. Астеп, тем временем, рунку подукрал. И три руны у нас должны по-хорошему ООГ забирать, получается, Бунтосов на этой стадии. И Фурион довольно поздно решил собирать себе Мидас. Да, почему-то он купил две запчасти на Мек, и потом уже. Такой говорит. Не, ну, по ходу дела мы не выиграем прямо сейчас. Время немножечко подфармить. Трон нести еще рано. Подфармить, да. Но Топсон здесь совсем не богат. Может быть, ему купить Мидас себе тоже. Ну, Дживелин у него получился хороший по таймингам, но Мелый Шторм явно задержится. И нужен ли ему здесь этот самый Мелый Шторм? На самом деле, Дживелин можно ставить. Он дает схожий ДПС. Ривер тоже купил. С Дживелин в среднем быстрее, чем обычно. Довольно. Крепко ускорился, да. Ну, очевидно, потому что их покупают совершенно разные тайминги. То есть, 101 слотом и так далее. Да. Ну, тем более, редко достаточно вивер у нас появляется, чтобы так вот прям полноценно оценить эту статистику. Так, Сеп. 100 плюс этих игр было. Пошли со Спирит Веселом его атаковать. Из-под Блодрайта выбраться мало шансов, но есть Сноубол, который его сейвит от этого. Нападение теперь уже на Тайгу. Возможно, это было опрометчиво. Магнетай ставится. Бокси может погибнуть, и он погибает. Ставится также тамба, которую сейчас разобьют. И разбегаться ли? Микки сюда пришел. Микки решил с своим живелином. Микки прямо катается вообще на пофигу. Плевать, он хотел на Раптуру. Очень много дэмэджа с нее причем получил, из-за этого, по сути, ты и погиб. Тем временем выкупился у нас Бокси, и Джакс, господи, Саксо будет у нас улетать на ТП. Джаксо это какой-нибудь герой из Mortal Kombat или типа того. Должен быть. Какой-нибудь внук Джаксо и Сонни Блейд. Так, ну что, Вевер? Ну вот, смотри-ка, практически уже с Моуштромом сам. Будет ли он Юльнир сразу делать? Скорее всего, нет. Но любят на него Мюльнир собирать. Да, Ганильчик собрать, не парится. Интересное решение. Вообще, здесь хотелось бы иметь какие-то слоты на мотив, ВКБшки, еще чего-то такого. То есть, здесь контроль такой противный есть. Но самое главное топорик, конечно, таскать. Потому что любители у нас продать его на 40-ом минуте, а потом тебя закрывает Форион. Так, оно все и будет. Койко добирает себе Родофатос. Ну, вся надежда на Себа, получается, тоже куда быстрее, чем надо, собирается этот Родофатос. Ну, Себа не получилось затемповать, хотя он здесь нулевой, вроде как, не собирался делать вот эти вот орчиды, которые любят собирать. Я, кстати, вспомнил его вот эту Мекку на Форионе. То есть, первый момент, что он собирает Мекку на Форионе, когда Висп в команде, что, ну, довольно спорное решение. Второе, то, как он ее использует, эту Мекку, потому что я вспомнил, как они играли несколько игр подряд, его убьют, вопрос теперь по Тайге, которая собрала уже веса. Но Тейл умрет по Целинсам. Полная беда, полная... Так, Родофатос пошел, теперь у нас Медванг пострадает. Очень много дэмэнжа магического прилетает, и по Целинсам ничего ты не сделаешь. Следующий будет Сакс. Его пнут подальше к тиммейтам, и Койко он должен забирать этот фраг по-хорошему. Но туда же Тайге достался. Слушай, ну, очень мужчина. Максимально хорош с собой, да, но надо почаще убрать земелью в центр. Ну, так. На первый артефакт именно Юл Септер. Тоже хорошая штучка. Так, а на Тейл? Да, он как собирал урну, так и собирает. Собирает, да, при том, что она будет не очень быстро. Так вот, Мекку собрал Фурион, и в тех играх он просто пролетал. То есть где-то бьет, допустим, Джаггернаута в пятером. Он пролетает и жмет Мекку. В итоге умирает Товен. То есть так она вот была в тех играх. Совсем нехорошо. Посмотрим, как она будет тут. Но я пока не чувствую Топсона особо совсем. И с Виспом тоже некоторые проблемы есть. Топсона проблемы тоже не чувствую. Но шанс еще есть, что вернуться. Потому что тут какой-то Аганим собирается. Линкин, сфера, ребята. Этот слот вас спасет. Да, вот интересен выбор Аганима на второй слот. Какое-то время его рейтили достаточно, но не настолько, что прям на второй слот собирать. Тем более, что он такой не то чтобы рандомный, но прицелиться и попасть по нескольким целям довольно трудно с первой способности. Сэшбакл там так. Набивает неплохо, если попадать, конечно. Ну, видимо, решил продолжить свою мысль с Маустромом. И вот именно бафать свою первую способность. Да, тут лотус. Будет делаться оттаги. Хорошая штука. Насколько я понимаю, тут... Ну, почистить есть отчего. Пару хороших обилок, да, можно снять. И тем временем Джаггер по старым чертежам, Медван, как в прошлой игре, решил выбрать себе именно Battle of Fury на фарм. Но в этот раз уже тайминг, скорее всего, не выйдет такой крутой, как в прошлой карте. Да совсем не получается. Опять же, там на 15-й все уже было. Вот здесь... Ну, где-то к 16-й привезет. Далеко еще не сделал. Да не, почему далеко? У него там один Вейдстоун остался. Ну, это много. Но у него там уже вот 300 рублей в кармане. Сейчас будут терять вышку, сейчас будут терять героев. Надо бы на раздуме. Какой прострел. Прострел есть. И Тайга пошел вообще здесь на передовую драться. Находит Саксу. Уже Спирит Весел на нем висит. И спастись ему не представляется возможным. Ну, и даже телепорта никто на сейфе не сделает ради... Четверки какой-то там. Так что будет умирать. Есть по нему еще и Ротфатус. Пытается выйти в размину там стики. Мека что-нибудь еще не знает. Чем-то подхилили. Ну да, размин таврами просто будет. И Медван Сетова и приберет как раз-таки себе БФчик. А Микки тут рядом тусуется. Может, какая-то притяжка будет? Да, есть от Тайги телепорт. Довольно нагло он делает. И есть телепорт также еще вроде как от зомби. Нет, от Койквы, от Койквы. И не получилось себе улететь. Всем дерется до последнего, но под Бладрайтом плохо дерется. Медван улетит просто за счет БФ. Да, и Микки зажал на Тейл, тоже не отпустил его. Минус Висп. То есть три героя по всей карте разъехались. 8.22. Да, разнос у нас такой пошел. Хотя, казалось бы, до сих пор у нас супер преимущество по Натальдосу нету. Да, перевес совсем маленький, не пускает Тобсона. Бокси. Беги, мальчик, беги! Не убежал. Ну вот Тобсон его сейчас... Монсуем, монсуем, монсуем. Не замонсовали. Ну и Саксу все равно фраг забрал, то есть Тобсон не досталось дополнительного золота с этого. Зато вам можно остаться до этого золота, если нажмете на баннер по трансляции и получите 100% депозит. Закрыли кэпчики, да. За первый взнос, только еще бы. Я бы тоже закрыла. Ну сейчас закомбачит и откроется. Нормально, ребят. Я узнал. Слушай, видимо БФ не доедет. Кажется, Бродсворд умер в курьере. Похоже на то. Ну и, наверное, стоит попробовать хоть купить Бодстоу на все дела. Ну, до него еще дойти надо. Да нет полной уверенности, что никто не тусуется на тройке их. И вот там вроде даже что-то запалилось на варде. Да, на варде видно прекрасно, как там зомби гуляет. Явно не один. И Джаггер будет скоро 10-й левел. Но вот из-за того, что получилось заступить появление его Баттлфьюри, он будет фармить дольше. И сейчас видим то, что Нетверс его оставляет желать лучшего. И даже Сикер тройка его обогнал. Совершенно не та игра с засолочкой, как это было в прошлой карте у нас от OG. И видим то, что снова начаться на нападение. Он очень много хапотеряет с магнетайзой. Тут даже никакие дискорды не нужны. Подсейк, Родофатас, Ида, здорово. И Дратусь, и дальше Саксов у нас попался, который решил подсейвить. Не получилось тоже это сделать, за компанию умер. Мне кажется, вот это Хилес его питал OG, что они всегда лезут с Тейвить. О, слушай, вот и Нотейл попался. Один за другим просто гибнут здесь. Наконец-то нашлась команда, которая начинает фокусить с Виспаями. Сейчас скажу, какое это поражение по счету будет у OG. Какое? Ну, не маленькое, а про то, что даже на этом турнире. Периодически их фокусят. Да, но Нотейл далеко не всегда там. Он нас с Зомби любит всяких там вот это вот. Не каждую катку на Виспет КТ. Но здесь, да, они по старым чертежам. Как начинали эту лигу, примерно с таких поражений, так вот сейчас у них тоже могут пойти. Не каждый раз их земелья с МИДа. Да. Там третья, с четвертой позиции команды просто приходят вот так вот в Хламину. Опять же, самое крутое это в этом всем противостоянии, что он два раза сделал фраг в Соленово. На такого героя, у которого есть с Уфи. Вот этого вообще не должно быть никогда. То есть сейчас не та мета, в которой ты можешь пойти просто убить героя. Значит, он где-то сильно ошибся. Соло фраги отдавать на МИДе это всегда очень большое преимущество, которое получает твой оппонент. То есть тут видим то, что он подразогнался. И все-таки вот мне бы хотелось какой-то дискорд видеть под такого тайгу магического. Но никто не думает его собирать. Койква тоже забил на это дело. Да, ему норм. Так, ну и что, БФ? Наконец-то. На 17.35. Ну, где наш там этот знаменитый таймер в сравнении с другими бойцами? Ну, там обычно в среднем показывают 15.30, он появляется. То есть тут будет не такое большое преимущество. И что ж, видим то, что у нас заканчивается СЕБ. Кажется, СЕБ очень больно. Заканчивается, а летит наш друг. Слушай, а в боксе что, Живилин, что ли, откуда у них? Не знаю, но наш друг прилетел, так что дальше? Так, дружочек-то, кстати, хочет койку убить. И Мсеня очень сильно теряется по ХП. Будет ли у него какой-нибудь Дикей себе напоследок? Но он по нему решил аж ми-2-0 тонуть. И Сакса будет в следующей линии. Пока что тратился Сноубол. И Тайга оказывается в неудачной позиции. Ставит магнетаз. Много урона пошло. Очень много еще бы камушек зарядить напоследок. Хотя бы прежде, чем умереть. А он не собирается умирать. Он собирается всех убивать. Это минус 3 в размен на пятерку зомби. Джаггер просто улетел. Висп у него кончил сериалокейт. Не стал придать сюда второй раз. Вот так вот. На 2.17 меньше, чем в среднем. Да. Появляется еще и дополнительно усиление в виде Кримсон гарда. 3.800, кстати, был Топсон нанес. Неплохо. Фурион 200. Не ультимайт, не нажал. У меня, кстати, был байбек. Мне кажется, он мог попробовать бы вернуться в эту игру. И попробовать подраться. Он там как со своими дасами-то чувствует? Нажимает довольно эффективно. 95 на прошлый раз, когда мы показывали. Ну, вот пока к Мирку никто не приближается с его 99% стабильными. Но зато я смотрю, там кому-то Мюльнир начинает лететь. Я видела рецепт. Это у Медвана, что ли, или у кого? Что-то я не видела, что там... Не знаю, но Натальял опять умер. Прибежался Вивер. Как бы объяснило, что ты вдруг не прав. Сейчас я тебе, да, объясню. Популярно. Снова проблемы небольшие у Фуриона. Бежит, 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 бежит. Клайк, бейгай, бейгай. Да, не особо он тут разогнан, конечно. Мало у него ХП сейчас, но немножечко пытается Инсцения помочь. Подхиливает, и теперь Топса на развороте может еще и наполучать. Есть еще и Тайга, который добавит дэмэджер от Фатус. Пошел, Саленс пошел. Но это, конечно же, похороночка будет. Тем временем... Если не заметить, душит двоих. То есть вообще какая-то жесть происходит по карте. 11 на 30 счет. Себь вернулся, хочет забаунти. Видимо, по ВВА через 30 секунд. Но здесь один. Но сейчас он лицом торганет. Его здесь видели. Про него здесь знают. Так, Релакит пошел. Инсцения говорит, привет, ребята. Заберет со школы или нет? Он сейчас решил просто привезти сюда Медвана, чтобы Инсцению забрать. Отдали его в итоге. Вивер бежит. Может попробовать сейчас побывать как-то здесь. Но развернулся. Развернулся и решил дальше не лезть. Да, у Вивера. Его стеточка. Очень неприятные новости для Виспа. Интересно. Микки так вот нагло собирается. У него здесь никаких сейф-артефактов нет. Сразу просто себе Дрэгонлендс. Плюс Мьюлинир оформляет. То есть ни БКБшек, ничего вообще. Хотя, а что тут по нему могут дать? Такой, а что бы БКБшка спасла? Закрыться, сломать. Жукашек тебя не видели. Ага. Что-то слишком поздно Жук сломался. Все. Надо видеть быстрее. И вот коэффициент у нас уже преобулся. У нас на серию был 5 с чем-то на Ликвидов. Теперь уже 1,2 только. То, что им достается. И 4,2 на УДЖИ. И пока не видно, на что здесь можно такое опереться, чтобы закамбетчить прям. Надо как-то Ликвидом укрепиться. Не знаю, там Рошана забрать что ли. Вот для этого двушки сломать. Могу так же просто бегать, драться, фармить. То есть, ну, когда-то я смотрел на графике, там было 2000 голды перевес. Когда-то стало 4. Сейчас смотрю, там 7. То есть, мне кажется, они и так делают все правильно. Попугай перед лицом летает у Тангольера. Мешает ему, возможно, обзор нормальный составлять себе. Так, и Бингу Факвилла упадает. Хороший 3-2 артефакт. Довольно поздно выбили. Правда. Но ничего. С ним никогда не поздно. И Медван нашелся здесь. Драту Тироду Фатос. И Тепаут. Тепаут просто, да. Время собирать бушерочек. Так, Микки, беги. Беги, беги. У него ульта еще есть. Он довольно много времени потянуть сможет. Сейчас вернется очень далеко, если ульту нажмет. Надо нажимать, да. Убежать. Так, и побежал под положительным управлением. Не убежал. А вот топорик-то нету. Застрял Жукс. Все. И Топсон по нему сейчас прокатится. Не прокатится. Просто закончился ульта. И ездит заранно. Это раш 3-д, я не кипаю прямо сейчас. Как-то странно. Ну вот и как раз тиммейты подтянулись для того, чтобы еще и Мидвана по пути забрать. Мидвана очень больно. Как раз таки здесь его спасает, но Тейл. Ну вот пришлось на релакете улетать. Но сейчас Висп вернется. Его Микки должен убивать уже будет. И даже вся остальная команда решила драться и идти дальше, чтобы одного только кэрри оставить наедине с Виспом, на котором даже некуда будет притянуться. Да, так что там скорее всего Висп должен будет умирать. Но нет, я смотрю, Живчик пока еще. Но вот Пангольер погибает. Это посочнее фраг получился. И следующий будет умирать Сакса. Здесь у него не получилось. По-моему, все на него забили. Можно было забирать. Ну, слушай, он не самый здесь опасный персонаж. К тому же он уже завязал свои обилки, то есть что париться с тобой по этому поводу. Ну вот на Смаках пока бежит. Мол, спит, душит. Ну, тапочка нет, тема это нет, так-то. Обычный проблем легко решаемо. А тут у Вивер тем временем к Скаде уже начинает приближаться. Осталось ему не супер много. Можно дофармить и все-таки снести Т1 вышку на топе и забрать Рошана. Почему бы и нет? Не хотят они с ним вообще дело иметь с этим Рошаном. Кому нужен вот этот Аегис? А Сикер с Кримсоном. Крайне непопулярная штука в последнее время. Редко увидишь, но тут он решил прибрать. Интересный выбор. Достаточно. Угу, у нас даже какое-то три матча было, когда собирали именно на Сикера именно этот артефакт. Так-так-так, Степ, здорово. Ну, надо сбить Жука. Где же вашей фразочкой сейчас, Вилла? Причем он взял скорость атаки, но это ему не помогает. Живина, это так, очень хорошо работает, видим. Ну, возможно, хорошо работает, потому что у него просто очень много вещей и денег. Да, да. Это обычно как-то связано с тем, что ты умираешь от такого героя. Вивер на переформе — это жесткая штука. И просто его нечем фокусить. Тут даже не сказать, что как-то было много централизованных атак по нему. Были какие-то попытки вначале его забрать, он просто убегал на шкучах и все. И сейчас с ультимейтом еще больше сложностей добавилось, хотя вот, казалось бы, ничего такого особенного у нас нет. Но Тейл, но Тейл. Так, но Тейл у нас тут, кажется, уже никуда не уйдет. Порвал тизер, новый тизер есть. И Родфотос есть. Здравствуйте. Перехвачено. Ну, на самом деле, не очень эта помощь была нужна. Мне кажется, Ир бы справился и здесь. Так, и... Мидван. Судя по всему, он ультил. Ну, у него тут еще есть его вард. Ну, просто, знаешь, немножко обидно, когда ты... Денежку надо забрать! Когда ты Джиггернаут на 24-й минуте... Все, уехал. ...не можешь убить вражескую там, 4-й позицию за свой ультимейт. Ну, все-таки, да, ВР-ка такая, она довольно противная в этом плане. Счистить нечем с нее, этот, ее Вендран. Что вообще есть у этой ВР-ки? Такое ощущение, что она тоже себе на дэмэш что-то собирала. Гольер у нас с аганимчиком зато. Да, у нас тут такая... Время драки. Лил стайл получается. Время драки. Вот сейчас. Сразу МКБ. Может быть, сейчас? Ну, против Айеги содраться такое... Ну, это шо ГЭТ, типа, вот сейчас. Видишь, что Земель укатился, можно, можно идти зажать. Мне кажется, им присущ здравый смысл. Нет. Нет? Вижу цель, не вижу, как раз ты видишь. Если ты не дерешься, то драка приходит. Так, ты знаешь, что такое безумие? Нет, а давайте так все раз за разом. И Мидван тоже манту свою нажал для того, чтобы Тайгу немножечко поддамажить. Хотя бы Тайга-то, кстати, может умереть. А у Тайги нету Айеги. О, опять он не умирает. Снова под хилл пошел со Сенс Ринга. И Мидван остался один, потому что все его тиммейты уже успели умереть. Сепа остается сзади, но придется, конечно, фонта не переждать. Или ГГшку написать? Так и да. Ну, вряд ли задутся. Но вообще сейчас и Сепа здесь должны вызывать прям под вышкой. Ну, лучше, наверное, все-таки под Т4 вышки так не подставляться. Койко все, задушил деревья. Ему норм. Он все впитал. Кримсон-то есть, надо отрабатывать. Я вот тут даже решил из The Real Blade делать. Интересный довольно выбор слота. Максимум магического дэмэджа. Очень хорошо будет работать с земелью. Но, в принципе, до этого игра просто может уже не дотянуть. Учитывая тенденцию. Ну, что ж, реализовали. А Егис, даже не потеряв его. Так что можно будет еще какую-нибудь Йолодраку под фонтаном устроить. Ой, Микки, больно. Сеп, настучался ультимейтер. Ну, ладно, база стоит. Надежда теплится. Сколько там? 16 тысяч перевеса? Да, 16 тысяч перевеса. Я готов, как говорится, открыть Руха Паварц вот эту вот. На самый большой перевес до ГГ. То есть, насколько много заработает Ликвид, прежде чем ОГН пишет ГГ. Я только помню вот эти дикие перевесы в 70 тысяч, в 40 тысяч, после которых был камбэк. Да, ну, здесь Хиаркс появляется. Так, и опять у нас битва времен у народов в боксе против всех. В этот раз его должны забирать, потому что еще Исакса подтянулся. У него должен быть Фарлус Панчунова, выдает. А тут Тайга опять на подкрепе пришел. И этот тракт закончится просто потерей двух персонажей от команды ОГН. За четвертую позицию неплохо вписались. Микки еще оформляет даблкил. Да, Топсон, нападение, покатился, прыжок. Самое главное, что ты свой шбакл нажал на самом старте. Невидимость, невизимость, есть проблемы, да, у них небольшая. Так, и покатился Топсон под Раптурой. Сейчас пытается убежать, уже не получается ни на ТП улететь, ни, видимо, на ножках куда-то деться. Потому что просто под дом как раз из Эрил залетает у нас еще и магического дэмэджа уйма. Дабл дэмэдж есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Тайга снова всех переиграл. Друг по другу в итоге попрыгали, и даже модельки просто стерлись. Ну, это битва духи Акадзун. Да. То самое. Красиво-красиво. Ну, и тем временем Микки пошел уже ломать базу. Мидван по-прежнему с дабл дэмэджем, абсолютно ничего с ним не сделал. Ну, как-то, знаешь, грустненько выглядит 15-го левела Джиггернаут против 23-го Вивера. Да, Вивер сейчас еще на Тейла заберет буквально с пары тычек, но пока есть под сейв в виде сноубола, и прямо как раз в руки, в лапки этому жуку припитает. Да, Фурион здесь, Хекс пошел, так, дэмэдж, дэмэдж. Ну, там Аегис, а не только Аегис. А, и они Аегис не снесут, да? Попытаются. Ну, до минуты до конца Аегиса, так что может еще долго так вот он пытаться лезть под фонтаны. Видим то, что вы должны зеба забирать, у себя очень мало хп остается. Сломал, 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 сломал лицо. Где же все эти самые дизармы? Давайте Жука забирать, ну, пролагало, но все-таки он не погиб. Ну, это же ГГ написали. Ага, как-то пролагало на прямой трансляции, значит, все. Сейчас 4 минуты, значит, будет ГГ. Так, инсения, есть у нас еще шанс забрать Койку, Койку. И пока что живет, пока что живет, но все-таки забирает его Тобсон, и сам за это погибнет. Ну, хотя бы фраг сделал. Есть байбэк, можно попробовать выкупиться, подэфть в эту сторону. 3-12-3, это у кого, это у Тобсон такой счет? Наверное, очень похоже, на правду. Да, красиво, красиво, симметрично. Самое главное сейчас не заруинить его. Так, Бокси, на него покатились. Тайга, если что, откатился немного подальше, готов кидаться камушками. Ну, видимо, Бокси... Берись руки. Ну, Бокси, ну, продадут и даже не пригутся. Нормально, отбились, байбэк сработал. Ну, и при этом только одну вышку снесли у нас, Ликвид, что-то как-то они больше дрались, чем ломали. Ну, и что, видимо, будем ждать тогда уже следующего Рошана. Ну, 4 минуты многовато, нет? Ну, это минимум. 4 минуты с небольшим. Ну, то есть, сколько там, 4,7? Я про то, что есть максималочка. Просто с их перевесом, вот я смотрю на количество денег, на 20 тысяч перевес, и на время 28 минуты начинается прямо сейчас. Бабочка, смотри. В целом, в целом, тебе не очень нужна Рошана с таким перевесом. Тем более, что Топсон только что выкупился. Да, тем более, что слоты потихоньку начнут появляться у Медвана, и, может, где-то он что-то сможет сделать, кого-то забрать. То есть, по-хорошему тянуть не стоило бы, потому что сейчас особо не было контроля над картой ООГ, они не могли даже в лес нормально выбраться, а сейчас вот увидим то, что Ликвиды пошли откатывать своих умерших персонажей, и за это время Медванчик-то подфармил что-то. Правда, вообще по предметам у него ничего не появилось, такое ощущение, что за минуту за 7 точно, и вот он все пытается скади себе сделать. А Сикер решил пойти во все тяжкие и собирать себе уже пятый догон. Судя по всему, Эзерял пошел, Демаж Бладрайта пошел, даже не особо-то помогает маг-резист, который дает Климеркейп. Да, урона многовато, но справа идет под пуш, в то время ответный. Не теряю только надежды, чтобы ломать просто трон. Бабочка. Редко в последнее время бабочки собирают. Уезжает вис, представляет джиггернаута одного. И Шиба появилась у Тайги. Дорогой слот, крепкий теперь у нас, очень крепкие земели. Много ХП у него, и армора тоже становится безумно много. И БКБ после этого он решил собирать. Посмотрим, насколько бабочка реализуется на самом Вивере. Как-то ввиду популярности Рапир, видимо, стали реже собирать их. А тут дальше он решил еще и в статус резистанс убиться. Тоже будет у него 3 с лишним тысячи ХП. Когда он соберет себе Сатаник? Еще и берет себе Станс Ливер. Ну, это просто жесть. Его же вообще не взять никак. Сейчас будет сдоб статус резистанс. Бэрю неровный таракан такой будет, да. Прям как у меня на кухне. Так, Мидван. Тайга. Покатился. Мидван еще пнул. Отсталкнулся перед этим, да, нормальная тема. 21-й левел у земелья. 20-й у Сикера. Там у Вивера уже, наверное, 25-й скоро будет. Ну, вообще, мне кажется, уже и 26-й может быть. А и 16-й у Мидвана такой он тут не докач. Да, ему норм. Зато молодой. У него все еще впереди, понимаешь? Здесь Фивер, он уже старый, уже прожженный жизнью. Ну, вот. Много еще можно чего поесть из флотов. Тем более, что он может тапок продать, что-то купить. Вообще не зазорно на таракане такое делать. Ну, вот Джаггер решил у нас в ультимативный сплит-пуш пойти и начать бить Т-3 вышку. А тем временем, размен по сторонам будет, возможно, даже и тронами, судя по такой тенденции. И решили в спину выйти с релокейта. Тут уже доламывается казарма магов. Оставили ее на усмотрение Микки, а все остальные уже подтянули спину смотреть, что там происходит. Потому что на варде был сделан релокейт в итоге. И Топсона нашли. И Топсона нашли. Он пока что уходит на свэшбакли и врывается прямо в него Тайга. Ну что ж, теперь уже никуда не уйдет. Еще и Раптуру повесили, чтобы уж наверняка это будет минус-мидер. Так же Тайга их просто читает. 100 секунд. Ну вот Байбек оказался здесь уже немножечко проблемой, которую он нажал в прошлой драке. Сакса за доджил. Уворачивается. Ну, красавчик. Там мне показалось, что вверх еще и до стыль нажала под это дело. Депо, ну, он же мог исчезнуть просто так. Наверное, куда-то делся. Вторая сторона падает, все еще не хотят ОГЭП. Заходить-то в целом, действительно, не сдать Рошана. Да, ну, типа Топсона же умер после Байбека. Его не будет очень долгое время. Спасают Кату, не знаю зачем. В него вроде бы не стрелял. Ну ладно. Медван пошел сплитпушить, но здесь, к сожалению, есть тележка, которая умирать не собирается. Поэтому Бэкдор Продакшн не включится. И можно в тронуси, да. По нижней стороне тоже на самом-то деле клипа не придут. 60 секунд, так и есть. Ой, больно там, набивает Сеп. Вообще не успеет. Надо только одну Т4-юшку забирать и отходить. Ну, ее видит. Очень хорошо. Не понятно, как, но она стреляет. Все. Ты ее просто закрыл. Катапульта, смотри, все, за всю катку. За всю боль. Настреливает, настреливает. И Медван решил вернуться. Его тут еще пока не фокусят, зато на Саксу решили напасть. И Себу очень больно, как его пробивает Жукс. И видим то, что Микки начинает вселенного разваливать всех. Сакса тоже в минус пошел. У него хотя бы байбек есть, в отличие от коров команды OG. И все, на этом заканчивается история, видимо, с троном. Ну, пока стоит. Все нормально. Ну, все. Ненадолго его хватило. Уже плохо, но стоит. На Т4-юшку проблемы. Желательно. Регинаут убить не дают. Сайленсы, дизармы, вот это все прочее. Нажимает крутилку, погибает. Байбеков нет. Выкупается висп. Ну, я думаю, на этом их полномочия все. Ну, Тайга на земле не контриться получается. Да. Но очень крепко. Крепко, крепко. Как раз-таки земелья задал темп этой игре. Вивер, по сути, просто немного пофармил и вышел уже на слотах и начал всем лиц набивать. И хорошо получилось играть под магического такого сикера. Ну, они вырвали все три линии, по факту. Да. И на этом как бы просто шли и давили. Нигде не давали спуска. Напали на нас здесь. Убить всех, кто напал. Напали там. Возвращаемся, убиваем всех там. Сплитпушит. Найти и убить. То есть у них вот этот его план минимум. План акула, я его так называю. Где ты ходишь, просто выискиваешь. Кого подъесть. Ну, если вдруг у нас OG выиграют, можно будет у них спросить, почему же они проиграли эту карту. Ну, а пока у нас... Они скажут, что у Палтрон. Но обсудят это наши студии аналитики. По-моему, мы только что в прямом эфире с вами наблюдали, как Liquid провели внутрикомандный свап по ролям. И теперь Тайга официально мидер этой команды. И мидер, который играет на Earth Spirit, и черт возьми. Не зря его хайпили, Ваня. Да. Круто. Я думаю, зря мы так и хейтили, а потом в этой игре. Потому что мы сказали, что OG выиграют. Но не все так просто. Ну, слушай, давай разбираться. Earth Spirit в нем ли только дело? А то мне вот хочется думать, что в нем. Потому что он развалил. 90% этой победы была у Earth Spirit. Это заслуга Earth Spirit, я бы так сказал. Но самое главное, скорее всего, у команды Liquid нету больше ни одного героя, на котором Тайга может играть в миде и настолько заспейсить и выиграть эту катку. Это все. Его теперь надо банить, получается. Ну, OG, в принципе, это и сделали в первой карте. Но, насколько мы знаем, OG, походу, играет по приколу. Ну, тут, видишь как, тут зеркальная ситуация. Они им отдают виспа, значит, можно отдать Earth Spirit и посмотрим, кто кого. Так самое главное, мы, ну, когда анализировали драфт этой игры, ну, до самой игры, мы думали, что OG возьмут Тинни на ластпик. Да. Но почему-то появляется Пангалер в Блоксикера, который появился на второй пик у Team Liquid. Почему это происходит, непонятно. Ну, как-то, да, пропустили немного этого. Но, возможно, опять же, Топсон говорит, хочу на Пангалере. Trust in me. Пикает Пангалер. И в каждую драку он катится в Руптуре, в Сайленсе, в Станах. У него нет ни одной шмотки на сейф, у него нет ни Юла, ни Лотуса, ни БКБ, ни Линки. Ни перспектив. Зато у него есть Аганим. И что ему этот Аганим? Дима. Хорошая игра. Очень хорошая. Дима безумный. Я смотрю на хайлайты, я смотрю, как три героя идут под вышку, вот мы только что видели. Они типа убивают, тут неожиданно вкатывается Air Spirit с дабл дэмэджем, естественно, все это нужно чекать, там, руны, вардики ставить. А лучше все равно, они просто лезут под вышку, умирают втроем, потом еще раз лезут, потом снова умирают. И вот так вот Тайга просто катается по всей карте на Air Spirit и сноуболит, убивая людей по одному всю игру. Нон-стопом. Просто вкатился, убил, вкатился, убил, вкатился, уничтожил. Как в папчике бустер. Вот бустер заходит в папчик, берет себе в мид любого героя, вводит спирит, штурм спирит. Ну, обычно это спириты, даже Air Spirit тоже самое можно делать. Вот Йонт в свое время с Кеммерхом очень круто бустили аккаунты на похожем Air Spirit. И он просто вот бегает и как в пабе реально убивает людей по одному. Это задолго до того, как его много-много раз понерфили, я так понимаю. Да, да, ну они вдвоем очень круто забыть его, когда он только вышел, они там на нем 8к брали вообще. Когда третий спел у него станел, они станутся. Да, когда там дэмэджи было просто нереальное количество, там, ну, тогда вот все это дело начиналось. Но они по-гневмит. И вот смотришь на этот, на импактор спирита, смотришь на импакт Топсон и понимаешь, что Топсон в этой игре, ну, он недодамаживал, недоконтроливал. Ну, Пангалер в этой игре выглядел крайне блекло. Это был папчик, вот ты правильно сказал, что, ну, ты приходишь в папчик, у тебя Пангалер не собирает ни одной шмотки на сейв. Он просто бегает, хочет убивать героев, но ты не убьешь героев, когда у врага блекфикер, он дает тебе руптуру, и ты умираешь до того, чем ты нажал больше, чем две кнопки. А за две кнопки ты не убьешь героев. OG были в растерянности, вы можете себе такое представить? Нет, я думаю, абсолютно плевать вот на эту игру было. Абсолютно согласен. Просто ребята катали удовольствие. Они получали удовольствие, безусловно, от того, что их переезжал Earth Spirit. Я думаю, это именно то чувство, которое ты испытываешь, когда тебя разносит Earth Spirit с центральной линией. Мы пока к такому привыкнуть еще не успеем. Это обратная психология. Да, Дмитрий. Они хотят прочувствовать то, что чувствует соперник. Дмитрий, есть дома, а есть сабы, как бы. Это одна и вторая роль, поэтому, о чем вы? Вам ли это не знать? О, хорошо, хорошо. Я принял этот удар. Неплохо. Досматриваем моменты, как Liquid добивают своих соперников. На самом деле, вот смотришь моменты, все они одинаковые в этой игре. Все моменты, просто катится толпа Liquid'ов и убивает OG. OG потом еще подходят по одному и их добивают. То есть все моменты, они исключительно об этом. Я, честно говоря, рад. Я очень рад, что Фурем проиграл. Он, на самом деле, в этой игре был неплох. Там где-то были хорошие спорты в Viver, у которого не было топорик, и другие герои против этих спортов страдали. Но даже в этом случае все равно мало импакта. Маловато будет. Маловато, да. Другие герои не те. Один, один не тот. Весьма не тот. Пангалер. Был бы Тинник. По Тиннику легче выходить. Все просто. Эволен Штос. Блинк. Пытайтесь продать Фуриона, Иван. Не пытайтесь. Фурион должен страдать. Поэтому мы новых вариантов не ищем. Мы признаем. Мы радуемся. Фурион страдает. Там, кстати, очень впечатляющая цифра. Число, точнее, опыта в минуту у Микки было на Viver. Он дамажил. Он всю игру дамажил. Да. А что бы и нет. На него, как мы в целом на драфтах и озвучивали, не было вообще никакого ответа. Бегал, как хотел. Все бегали, как хотели. Там был забавный момент, когда они пытались убить Вивера. Его Фурион поймал в спорты. Он фулл-тайм проставил в спортах. И Топсон все это время катался вот так вот по кругу. Пытался докатиться до Вивера. В итоге они вчетвером на этого Вивера смотрели. Они не могли его бить. И он ушел. Хоровод вокруг елки поводил. Ну да, здесь, ну Виа была веселая, но я по-прежнему считаю, что... Можно ли Пико Джи назвать Габлак Пик? Нет. Нет? Там был контроль. Без Танов. И там был Пангалиер. Какой контроль? Пангалиер. Потому что он не купил блинг. Он мог с блинка... Пангалиер контролировал. Он катался вокруг этого всего и контролировал. Говорил, пацаны, я контролирую. Он достал камеру и велосипед. Просто он может купить блинг и прямо вот въехать в этого Вивера и уже кататься как бы по нему в эпицентре. То есть вариантов, что собрать Пангалиер, их было масса. И это 100% не Аганим. Вот Аганим здесь это последняя вещь, которую я выбрал. На Мэл Сторм еще нормально. Что угодно, черт возьми, но не Аганим. Судя по всему, в каждой сегодняшней Best of 3 у нас будет как минимум по одному шоу-матчу. И это ли не прекрасно, друзья? Еще больше статистики вы найдете на Cybersport.ru. Заходите туда. Пока мы ждем начало заключительной карты второй Best of 3 серии. Далеко не уходите.